Февраль 1989 года. Вывод советских войск из Афганистана. Эту дату хорошо помнят люди, прошедшие войну. Сегодня афганцы вместе с управлением МВД проводят урок мужества. Рассказывают кадетам из 27-й Химкинской школы о событиях тех лет. Конечно, страшно было. И провады там не было. Безусловно, организм старался найти место, где спрятаться и просто укрыться. Но это нормальное явление. Это вот как проверить себя. Если вы нормальный человек, поднесите руку к огню, вы же первым делом ее отдернете. Участники войны провели для кадетов экскурсии по музею. Показали награды и фотографии. Дать информацию более объективную с помощью фотографий, с помощью, возможно, реальных вещей, с которыми мы общались. И в какой-то степени повоспитывать молодежь в плане того, что жизнь непростая, что будут сложности и трудности, и, в общем-то, к ним надо быть готовым. Не просто в книжках это все созерцать, а все-таки прикоснуться, пообщаться с нами. Пообщаться с ветеранами афганской войны пришла Ирина Жирновкова. Ученица кадетского класса из семьи военных. В ее роду летчики-испытатели, ракетостроители, полицейские. Сама мечтает о профессии криминалиста. Скажу я, наверное, одну большую фразу такую. То, что главное в жизни не награды принести, не медали, как можно больше, а вот главное живыми остаться. И вот жизнь это самое дорогое, то, что есть. С момента вывода советских войск из Афганистана прошло 30 лет. Месяц назад в Химковсквере Марии Рубцовой ветераны и представители власти почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинов-интернационалистов. Ксения Абрагина, Алена Беляева, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.